С нами на связи Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки Украины Николай Григорьевич. Здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Давайте начнем с темы потери российской армии. Напомню, что тема, которую мы дали в несколько десяток минут будем обговаривать, это вообще война Российской Федерации против Украины. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на предыдущий еще день, нет еще обновленных данных, чуть больше 19 тысяч российских солдат, я так понимаю, это и условные мобилизированные кадровики, и также представители ЧВК «Вагнер». Погибло их более 19 тысяч. Это по состоянию на 25 дней февраля. По всему вижу, что в принципе февраль может стать таким рекордным для российско-оккупационных войск в плане потери. Ранее рекордным был январь этого же года, 21 700 человек в общей сложности погибло среди представителей российско-оккупационных войск. Как такие масштабные потери, они влияют на эффективность проведения наступательных действий, оборонных действий российско-оккупационных войск? Да, коллеги, спасибо. Это данные, которые сейчас видят наши зрители, по 25 февраля 2023 года. В общей сложности почти 148 тысяч человек погибло, но вот в феврале чуть больше 19 тысяч. Николай Григорьевич, как это влияет, как вы это видите на продвижение российско-оккупационных войск? И все ли это потери? Вагнеровцев-то, ну, довольно тяжело считать, скажем так. Ну, в первую очередь нужно сказать, что именно Российская Федерация потерпела за весь период примерно до 200 тысяч. Это, говорит, институт изучения войны. И наша разведка, американская, британская, это колоссальный, я скажу, стратегический удар армии России. Почему именно? Потому что это, как правило, профессиональные войска. Вот сегодня мы уже неоднократно на эфирах говорили, каждый день 650-850 до 1000 человек убитыми только. Это составляет целая дивизия. Поэтому за этот период, за два месяца, мы уже можем констатировать, что 4 дивизии уничтожены. Но, в первую очередь, это, конечно, вагнеровцы и профессиональная часть, и зэки, воздушно-десантные войска, морская пехота и строевые части, которые они бросали именно на это направление, потому что оно должно было быть решающим. Это было прямое указание Путина. Захватить Бахмут, захватить в целом Донецкую область, это Краматорск, Славянск и другие территории, и Луганск. Были разные сроки. Крайние сроки уже были 1 января. Соответственно, 24 февраля годовщина, теперь уже переносится на 1 марта, дальше на 1 апреля. То есть все сдвигается. Но вот такие потери, я подчеркиваю, профессиональных, еще оставшихся сил России, это уже колоссальный удар. Это, как правило, не мобики, потому что они не играют именно такой большой роли для наступательных операций, тем более продвижение вперед на таких сложных участках, где мы имеем очень мощную систему крепления, тем более профессиональные, мотивированные войска. Поэтому потери, я считаю, колоссальные, тем более в той части, которая способна выполнять еще боевые задачи со стороны России. Теперь они вынуждены туда же бросать и мобилизованных, те, которые не имеют опыта. Они гибнут, они не решают задачи, которые сегодня, ну, только где-то находятся или в системе прорыва, или их пускают на минные поля, или разведку боем, и там они гибнут вместе с зэками, вагнеровцами. Но профессиональные части вынуждены были также действовать, и поэтому, не получив успеха, получили большие потери. Пример, тот, о котором неоднократно мы говорили, это Угледар, где подразделение морской пехоты, в кавычках, элита российских, российских войск, уже трижды было уничтожено. Проходят новые пополнения, это уже некачественные солдаты, это, конечно, тоже провал. Поэтому на общую стратегию наступательных операций это влияет очень мощно, исчерпывается вот этот потенциал, подкрепить сильно нечем, хотя они пытаются стянуть еще. Сирии подтянули, с Дальнего Востока, вот Сибири, но это уже не решает. Это уже не сотни тысяч, это тысячи, это пять тысяч, семь до десяти тысяч, которые они дополняют. Всего там примерно сконцентрировано 60-70 тысяч в этом регионе, Донбасс, Луганск. Но в данный момент наша стойкость и уничтожение, вот мы уже говорили о том, что где-то 4-5 дивизий, это примерно 40-45 тысяч, которые уничтожены полностью. И в данной ситуации они не восполнятся. Поэтому то, что они сейчас готовят новые резервы, это уже не будут те войска, которые могут решать такие задачи и упорно штурмовать тот же Бахмут, например, проводить какие-то нетрадиционные операции, как вот менять тактику, какие-то другие темы задействовать, комплексные артиллерия, минометы, продвижение малыми группами, попытка удара с флангов, с тылов, это все уже освоено. Но и таких профессионалов, которые продвигались там сотня метров километров, захваты определенной рубежи, вот на протяжении двух месяцев уже практически нет. А мы концентрировали лучшие части туда, тем более перебрасываем сейчас новейшую технику вооружения, которую получаем с учетом уже двух новых Рамштайву, это очень важно. И третья составляющая, что у нас всегда был дефицит боеприпасов, мы уже получаем большое количество от наших партнеров, уже не сотни тысяч, а миллионы и ракет, и снарядов, и мин. Вот ребята говорят правильно, французские, очень эффективно действуют, ну и, конечно, к обычному вооружению. Поэтому есть перспектива не только выдерживать эти мощные наступательные операции, но перемолоть профессиональные части, а дальше подготовиться к стратегическому наступательных операциям, о которых уже открыто говорят и наши команды, и наши партнеры. Николай Григорьевич, вы сами подвели меня к теме технического обеспечения и российской, и украинской армии. Я все-таки хотела бы еще продолжить тему потери армии противника. Денис спросил у вас о личном составе, а я хотела бы уточнить, что касается все-таки обеспечения вооружением. На самом ли деле иссякают запасы, как предполагают многие эксперты, либо просто меняется тактика, потому что мы вот, например, ожидаем обстрела в определенные дни, как 24 февраля, а этого не происходит. Экономят? Либо просто хотят запутать? Ну, в первую очередь, конечно, они меняют тактику в отношении обстрелов, чтобы они были комплексные, неожиданные. То они пытаются шары, то комплекс именно шахеты, например, с ракетами, то ракеты с других, так сказать, секторов нанесения ударов, ну, например, там уже кинжалы опять появились, Х-22, которые мы не берем, вот С-400, которые достают почти до Киева, с восточных и северных регионов наших. Поэтому в данной ситуации опасность остается. Но, а если такая большая сила, потенциал, вот это очень важно, мы сегодня говорим о уничтожении целых армий. Ну, например, там говорили о том, что возможны атаки авиации. Мы уничтожили уже примерно 300 самолетов и 300 вертолетов. Это мощные армии, воздушные армии России, передовые, которые также участвовали в боевых действиях. Там другие резервы, которые имеются в формате авиации и вертолетов, которые, говорят, там готовы по 300, 400. Я прямо скажу, сейчас эшелонована система противовоздушной обороны и наносить просто удары. Это просто уничтожать эти авиационные средства. Без наступательных операций глобальных, они к этому сегодня не готовы. Мы видим все перемещения войск. Авиация фактически голая и неэффективная. Поэтому первая составляющая авиация не будет действовать на плану. Да, она будет действовать на фронте, на определенных прорывных, как они считают, участках. Но, я думаю, стратегического успеха иметь не будет, а будут уничтожаться. Вторая составляющая, это, конечно, ракеты, которые очень мощно используют против мирного населения. Это уже дало очень мощный сигнал всем странам мира, что это акты террора и геноцида. Для этого было нарушение правил войны, агрессия. А вот с начала вот таких атак, это, как я говорю, началась квалификация актов террора, которые пресекаются любой страной. Несмотря, так сказать, на мотивацию войны, или это китайцы, или это индусы, или это американцы, они должны квалифицировать одинаково. Поэтому очень большой упор был на ракеты, подавить дух украинцев, ну и, конечно, вернуть ее в хаос и противостояние между собой, другой стороны, на зимний период, чтобы люди бедовали и протестовали против войны, требовали соответствующих переговоров, и на условиях России это все закрепить. Не получилось. Полный провал. Путин понял неэффективность. Но еще продолжают такие действия. У них уже работает такая понакатывая система, что мы эту тему отрабатываем и дальше идем. И тема мести. Вот эта ситуация, когда мы отправимся, когда мы где-то будем очень мощно наступать, наносить удары по определенным объектам, на оккупированной территории, на российской территории, это законные объекты, вот они будут уже пытаться именно наносить удары. Но больших средств нет, чтобы постоянно это делать. Мы же говорим о уменьшении ракетного потенциала примерно на 70, а по отдельным направлениям 80%. Вот поэтому в данной ситуации еще есть калибры, еще и старые советские ракеты Х-22, Х-101, Х-555, но их несколько сот. Использовать именно системно, постоянно, это, конечно, лишится всего запаса. Но сейчас что есть? Они пытаются готовить резервы. Поэтому уже уничтожены, например, танки, 3000 с чем-то, они сейчас на заводах револютируют старые, которые снимаются с хранения, направляются на заводы, с нескольких делаются один, например, с двух, трех. Соответственно, это уже танковые части формируются. Точно так же они проводят ревизию снаряду ракетных систем, которые находятся, я прямо знаю, лично на складах, в лесах, в ящиках, под снегом и под дождем. Они их принимают, разбирают, насыщают новой, так сказать, взрывчаткой или другими средствами, и, соответственно, направляют на фронт. То есть работа сейчас ведется ежесуточно, без выходных. Поэтому накопление резервов, это определенная пауза, изменение тактики, нанесение ударов, чтобы они были массово эффективны, потому что малыми ударами ракет не очень эффективны, мы их быстро сбываем. А если это много и комплексно, конечно, какая-то часть долетает, и они это в час рассчитывают. И, конечно, подготовка людских резервов. А сейчас, еще раз подчеркиваю, больше 200 тысяч еще готовятся на учебных центрах, полигонах вместе с той реабилитированной техникой, ракетным вооружением, накопляемой боеприпасов. Это еще, может быть, одна волна. Но мы считаем, что эту волну мы не должны допустить. Проводя оборонительные мероприятия, готовя новые системы и средства, получая за рубежа, и ракеты, и танки, и БТР, и САУ, соответственно, и мощные ударные системы, и ракеты дальнего действия, конечно, и бригады прорыва, это предпосылка начала стратегических наступательных операций. Отстояв определенные рубежи, перемалывая вот те силы, мы, конечно, не дали возможность накопить и дополнительные танки, БТРы, самокладные ракетные установки, рады смерти, и особенно боеприпасов, к ним в большом количестве. Мы получаем очень мощный формат уничтожения и резервов, и боевых средств на поле боя, и подготовка неожиданных ударов с лангами, с тылом, и начало наступательных операций на востоке и на юге. Это предпосылка, то, что все говорят, больших прорывов где-то весной, начало лета для нас, это тот период, который очень сегодня стратегически выгоден. И поэтому, если Россия не успеет подготовить вот те, которые им потенциал, как мы говорим, и ракетный, танковый, тем более людской, в данной ситуации у нас есть перспектива упредить такие действия, которые они готовят. Да, это будет еще не подготовленные, если мы говорим о них, там мощная система или опытные бойцы, как они там готовят, но их будет много, и нам придется много работать. Чтобы такого не было, я думаю, что нам нужно быстрее, эффективнее подготовиться и эффективнее действовать на поле боя. Николай Григорьевич, в последнее время много говорится о возможной расширении агрессии. Кроме Украины могут попасть под удар российско-оккупационных войск, ну, в особенности Молдова, об этом говорят, на территории так называемого Приднестровья находится российский миротворческий контингент, в некоторых населенных пунктах находится, если мне не изменит память, до 300 тысяч артиллерийских снарядов, есть такие склады. Но можем ли мы сейчас говорить о расширении агрессии российско-оккупационных войск не только на Молдову, которая в военном аспекте проигрывает Российской Федерации, об этом нужно, я думаю, говорить, и проигрывает, возможно, даже тому миротворческому контингенту, тем российско-оккупационным войскам, находящимся на территории этого независимого государства. Если же говорить о странах, непосредственно представляющих Европейский Союз и Североатлантический Альянс, мне вспоминается, например, Латвия, которая имеет общую границу с Российской Федерацией и Белоруссию, которая имеет города, где есть пророссийско настроенные граждане, скажем так. С одной стороны, это выглядит, как полнейшее безумие, начав одну войну, полномасштабную, против соседнего государства и проигрывая в ней, начать войну еще против целого НАТО, где есть пятая статья, и есть США, как мощный союзник той же Латвии. Но исходя из расследования Financial Times, где Путин слушает только Петра Первого, Ивана Грозного и Катерину Вторую, но вот подобное действие в отношении страны НАТО, оно уже не выглядит таким безумным. Вы видите перспективу, возможно, в том, что, несмотря на неудачи на территории Украины, Путин совершит вероломное нападение на страну Североатлантического Альянса? Я считаю, что такой вариант нападения на страну НАТО это крайне маловероятен. Я знаю Путина и окружение. Да, они там угрожают даже ядерным вооружением, но в данной ситуации это было бы прямое самоубийство, быстрое самоубийство Путина, и он это понимает. Потому что потенциал НАТО и России это просто несравнимый. Начать еще там какую-то войну, проигрывая тут. Если только начнет там, мы начнем так бить, что дойдем точно до Москвы. Поэтому в данной ситуации перспектив нет. Отвлекать силы еще на НАТО это нужно миллионы. В России нет. Миф о том, что там нищие правильные ресурсы это очень преувеличено. 140 миллионов еще часто выехало. Это люди разбросаны по России. Собрать их там можно по крохам, но они не готовы к таким стратегическим действиям. Что будет Россия делать? По Молдове и при Балтике, возможно по Польше, по Белоруссии. Проводить провокации. Формировать гибридные, так сказать, составляющие противостояния массовых выступлений, задействовать свою агентуру, политические силы, например, как в Молдове, где-то союзы советских офицеров, которые еще остались и которые еще симпатики России. Конечно, провоцировать противостояние со стороны Приднестровья или пытаться где-то, если со стороны Прибалтики, как-то активизировать пророссийские силы. Но Прибалтика, активизация пророссийских сил практически не имеет перспектив. Там русские сидят тихо и выжидают, чтобы ничего не было. Если они, считай, зайдут в Россию, они будут с ними. Если сейчас понимают, что Россия проигрывает, они будут сидеть и поддерживать те правительства, которые есть в Чили, это Молдове или в данной ситуации в Литве, Латвии, Эстонии. Но в Молдове более опасная ситуация, потому что считают, что силы для дестабилизации есть. И тут еще нависает Приднестровье, есть угроза захода России, но еще больше скажу. Россия никогда прямо не пойдет сейчас против Молдовы. Понимая, что мы можем ударить с тыла, тем более некогда зайти с позиции Приднестровья просто нереально. Приднестровцы, это оперативная информация, не хотят принципиально воевать с Молдовой, с Украиной. Поэтому без поддержки даже населения Приднестровья это очень сложно сделать. Бросить ту армию, которая есть, она изолирована. И те военные, не имея ни опыта, а с другой стороны желания, тоже сами не пойдут. Пока не будет какой-то очень мощный военный мост. Этот мост или через Украину, или через страны ЕС, НАТО. В этой ситуации тоже нереально. Поэтому вся информация в этих дистрибляционных процессах есть. Мы сориентировали и САНДУ, и службу информации безопасности, которая контролирует сектор безопасности Молдови. также и очень мощно работают наши коллеги с НАТО. И Румуния, и Брюссель, и штаб-квартира НАТО, разведыванные подразделения. В случае каких-либо действий будут приниматься системные действия с нашей стороны, если просьбы будут Молдовы, со стороны НАТО, если также просьба поросит Молдова, а Молдова будет просить тогда, когда будет реальная военная угроза. Поэтому, кроме вот этих дистрибляционных форматов, которые сейчас уже Молдова взяла под контроль, я думаю, что шансов начать войну там нет. Тем более направление Прибалтика Польша. Николай Григорьевич, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки был с нами на связи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова